Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Вот и наступил 2022 год. Я вас приветствую в новом году. А в этом видео пойдет речь о бесплатном плагине для Joomla 4, который позволяет украсить скролл-бар, то есть ползунок, за который мы тянем, чтобы прокрутить сайт вниз. Сможем украсить его как в админской части, так и на фронтальной части сайта. Причем они могут по дизайну отличаться. Или мы можем вообще отключить и не использовать для админской части, если нам это не нужно, и оставить только для фронтальной части, то есть для всех пользователей сайта. Некие возможности я уже продемонстрировал плагином для WordPress. Это кто любит WordPress и пользуется WordPress, об этом у меня уже было видео. Сегодня же речь пойдет именно о Joomla 4, о бесплатном плагине для Joomla 4. Итак, давайте к просмотру данного видео посмотрим, что за плагин. Плагин называется по-русски «Пользовательская полоса прокрутки». Видно, что он бесплатный. Сейчас перед вами открыта страница репозитория Joomla. Ссылку, вообще все ссылки я оставляю на своем сайте fedorvasiliv.com в соответствующей статье. Если это видео смотрите с YouTube, ссылка будет в описании под этим видео. Плагин без регистрации свободно можете скачать у разработчика. Сейчас перед вами открыт мой тестовый демо-сайт. Речь идет именно вот об этом ползунке, кто еще не понял, то есть за которым мы тянем, чтобы прокрутить сайт. То есть мы можем настроить его дизайн за счет бесплатного плагина. Соответственно, в админской части сайта у нас тоже есть такой ползунок. В отдельности его тоже можно изменить или оставить без изменения. То есть тут уже на ваше усмотрение. Если вам хочется, то вы и в админской части можете его поменять. Плагин устанавливается как обычно. То есть сначала вы его скачиваете с сайта разработчика на свой компьютер. Далее вы переходите в админской части Joomla. Система расширения. Просто вот сюда можете перетащить архив с плагином или нажать на зеленую кнопку и выбрать данный плагин с вашего компьютера. Он автоматически установится. После установки вы перейдете в панель управления, перейдете в плагины, кликните по ID и кликните по ID еще раз. Вот в этой области, чтобы отсортировать. И плагин появился на самом верху в списке плагинов. Вот его название. Системный плагин, его тип. Он отключенный. Заходим внутрь. Включаем его. У вас здесь будет сразу куча вот так вот опций. Вот здесь вот нет, я поставил. Просто скрыл все опции, чтобы просто здесь удобно вам было показать. Вот все опции, которые мы раскроем здесь, вот эти, это все будет относиться к дизайну настройки скролл-бара на фронтальной части сайта, то есть на лицевой части сайта для всех пользователей. Вот этот вот администратор, видите, ниже ползунок, если мы активируем со всеми опциями, это будет настройка именно вот здесь, для админской части ползунка. И давайте посмотрим. То есть, например, для админской я не хочу показывать, для фронтальной части хочу показывать. Да, и здесь есть маленький нюанс. Вот здесь в описании написано, что этот плагин не во всех браузерах работает. Данный плагин, то есть дизайн, изменение вот этого дизайна, не будет видно в браузере Firefox. Для кого это критично, тогда этот плагин вам не подойдет. В остальных браузерах я не тестировал лично, но из описания разработчика, вроде поддерживается Chrome, Edge, это бывший интернет-эксплорер, Opera, я в Opera работаю, Safari для iOS, браузер для iOS устройств. Там должно работать. Итак, включаем. И смотрите, здесь настройки делятся на опции. Вот эта часть опций. Это глобальные опции. Первая задается толщина вот этого трек, вот этой полосы трека. Цвет задается здесь. Смотрите, я сделал такой нежный, голубоватый. Вот это у нас идет настройки бордер, бордер это рамка. И это идет цвет рамки, бордер толщина, как я понимаю, это как рамка будет выглядеть, там линии, пунктирные линии и так далее. И бордер радиус, скругленные края. Вот честно говоря, даже увеличивая толщину, рамку я здесь почему-то не вижу. Поэтому здесь я бы, то есть отдельно настройки именно для рамки можно скрыть. Или оставить. Вот при этих условиях, смотрите, я сохраняюсь, то есть заливку, я сделал цветом и бордер красным. Опять же, чтобы вы понимали, только наглядно, это можно увидеть. Вот видно, что полоса стала такой голубоватой, сам ползунок темно-синий, сейчас мы до этого дойдем. Это настраивается чуть ниже. Рамку, как я и сказал, можно скрыть. Вот это опция. Я сделал под цвет дизайна самого Jumbo 4. Бэкграунд это заливка цветом. И вот тоже бордер я скрыл. Смотрите, сделал темно-синий. Это сам ползунок, вы видите. Он стал темно-синий. Вот эта позиция OnHover, это при наведении мыши. То есть, когда я навожу мышь, по идее, должна становиться, вот при наведении, смотрите, стал серого цвета. Получается, вот это OnHover. Допустим, вот так сделаю фиолетовым, чтобы было наглядно. Обновляем сайт, вот она, видите, при наведении. И вот, а у нас закругленные края, сильно закругленные. Вот здесь вот border radius, я оставлю 0 пикселей. И это именно при наведении. Видите, при наведении меняется цвет, и сам ползунок становится такой прямоугольный. Соответственно, у нас вот это состояние для до того, когда мышка была на него наведена. Здесь у меня 10 пикселей, я тоже делаю 0, если я хочу. Вот он, чтобы был прямоугольный. И, соответственно, вот эта часть, там, где, скажем, рельса, где ездит сам ползунок. Если можно так выразиться, вот она желтая, чтобы вы просто наглядно понимали, как настраивается здесь дизайн. И даже при включенном плагине, если мы вот здесь вот, в самой верхней опции, отключаем, вот таким вот образом, и сохраняем, то при обновлении у нас классический, стандартный ползунок возвращается. То есть это нужно, если мы используем, например, только для админской части смены дизайна, а для фронтальной не используем. А если вы вообще его не будете использовать, то лучше его вообще отключить и на сайте не держать, его удалить. Соответственно, если вы используете для админской части тоже, тогда вот написано админ. Например, так, это у нас бордер, вот вы видите, у нас синий ползунок в админской части, то есть он тоже поменялся. Возвращаюсь, вот именно админ парт, вот в эти опции, чтобы тоже наглядно вам показать смену дизайн. Вот, видите, рельса вот эта стала желтым, сам ползунок синим, при наведении он серый. То есть вот в админской части у нас тоже меняется. Вот такой вот несложный плагин. Кому интересно, ссылка будет в статье fedorovasilev.com. На этом видео я заканчиваю и увидимся с вами в следующем видео. Продолжение следует...